Доброе дело для маленьких пациентов с диабетом. С помощью благотворительности для них приобрели жизненно необходимые сенсоры. Молдавским бизнесменам за рубежом протянут руку помощи. Ассоциация деловых людей со всего мира запускает новый проект. Китай с 1 июня ведет ответные пошлины в отношении более 5000 наименований товаров из США. Швеция возобновила дело в отношении Джулиана Асанжа и намерена добиваться его экстрадиции. Современный метод диагностики детей больных с сахарным диабетом теперь доступен в столичном центре матери и ребенка. В медицинском учреждении появилось оборудование, способное отслеживать уровень глюкозы круглосуточно на протяжении 5-6 дней. Это позволяет врачу наиболее точно скорректировать дозу инсулина и схему лечения. Технику приобрели на благотворительные средства, собранные общественной организацией «Спаси жизни» в рамках литературного проекта «Прочтение». Благотворительность – это норма, а не подвиг. Такому принципу следуют представители общественной организации «Спаси жизнь», а также Наталья Давидович, автор проекта «Прочтение», в рамках которого они совместно решили помочь детям с диагнозом «сахарный диабет». После сбора средств закупили оборудование для диагностики болезней и передали его в центр матери и ребенка. Решили в этом благоом деле поучаствовать. Провели литературный вечер, который был посвящен Кишиневу, назывался «Утраченный воздух». Нам показалось, что это очень органично, когда кишиневцы собираются все вместе для того, чтобы помочь маленьким кишиневцам. Возможность делать добрые дела, помогать другим людям – это дар. Чем больше мы отдаем, тем меньше у нас поводов задумываться о смысле жизни. Общественная организация «Спаси жизнь» вот уже девятый год откликается на чужие проблемы и организует сбор средств для помощи тяжело больным детям, а также детским отделениям молдавских больниц. Вот и на этот раз ее представители не смогли остаться в стороне. Мы узнали о том, что в отделении декринологии есть необходимость в оборудовании для детей с сахарным диабетом, для диагностики детей с сахарным диабетом. Тогда у нас, естественно, появилось желание открыть компанию и собрать средства для приобретения необходимого оборудования и сенсоров, чтобы дать возможность этим детям видеть полную картину состояния здоровья и чтобы они смогли вовремя все скорректировать. Нам был открыт сбор средств на сумму более 300 тысяч леев. Вот одну треть мы собрали благодаря помощи Натальи Давидович и проекту «Прочтение». Оборудование уже успешно применяется в центре матери и ребенка. Сам аппарат представляет собой компактное устройство, которое легко крепится к руке пациента поверх специального сенсора глюкозы. В отличие от глюкометра, который, по сути, показывает фрагменты информации лишь в определенные моменты времени, эта система непрерывно отслеживает изменения уровня сахара в крови 288 раз в сутки каждые 5 минут и автоматически сохраняет данные на записывающем устройстве. Почти через неделю врач считывает информацию и видит всю картину происходящего в графиках, благодаря чему может максимально точно скорректировать дозы инсулина и схему лечения. Новинки в центре матери и ребенка не могут нарадоваться как специалисты, так и маленькие пациенты с родителями. В нашей стране число детей с сахарным диабетом растет. За последние 5 лет цифра удвоилась. Этот диагноз означает регулярный контроль уровня глюкозы в крови и в зависимости от показателей инъекции инсулина 5-6 раз в день. Система мониторинга, которая сейчас появилась у нас в отделении эндокринологии, это абсолютная новинка для Молдовы. Процедура безболезненная и безвредная, предоставляет нам полную информацию об изменении уровня глюкозы за 5-6 дней. Это очень удобно, во-первых, ребенок, мы не знали, гиповал он ночью или нет. А сейчас, благодаря вот этому, что поставили ему в руку, мы смотрим, какой был сахар ночью. И наш эндокринолог-врач правильно выставляет дозу инсулина. Это, по-моему, самое главное. Отметим, что, согласно данным Минздрава, в предыдущем году в Молдове было зарегистрировано около 105 тысяч больных с сахарным диабетом. Чуть менее 500 человек из них – дети. Построить бизнес – задача не из простых. Ассоциации молдавских предпринимателей со всего мира запускают проект «Диаспора Бизнес Коннекшн». Цель – помочь тем молдавским бизнесменам, которые хотят начать собственные дела за пределами родной страны. В ходе пресс-конференции организаторы рассказали о важности проекта, о проблемах, с которыми зачастую сталкиваются предприниматели молдавских диаспор и предложили решение. В рамках проекта «Диаспора Бизнес Коннекшн» уже действующим и потенциальным предпринимателям из диаспоры окажут информационную поддержку. С ними проведут консультации, помогут в продвижении бизнеса и в налаживании связей. Президент Ассоциации деловых людей за рубежом считает важным решать проблемы, которые возникли при открытии бизнеса, только объединив усилия. Запускаем очень значимый проект для деловой среды. Очень важным является тот факт, что мы нуждаемся в сильном обществе. Посредством диаспоры «Бизнес Коннекшн» мы вносим значительный вклад, а именно задействуем новый опыт и передачу информации с целью повысить инновационность. Основное предназначение Ассоциации деловых людей за рубежом – поддержка мелких производителей и членов диаспоры. Для этого организация устраивает ряд мероприятий в Италии, Испании, Франции, Германии, России и других странах. Мы поедем во все страны, где существуют большие молдавские диаспоры, которые нуждаются в помощи в процессе развития бизнеса и культуры бизнеса. В 23 из 28 стран-членов Европейского Союза значительно сократилось количество людей, которые хотели бы начать свое дело. Выходит, что надежда на то, что бизнес продержится на плаву, очень мала. В первое время многие предприниматели не могут справиться с высокими рисками и оказываются перед необходимостью сворачивать свой бизнес. Как рассказала координатор проекта «Диаспора Бизнес Коннекшн», помогает укрепиться в этой сфере. Исходя из этого, Ассоциация деловых людей со всего мира предложила в рамках «Диаспора Бизнес Коннекшн» запустить платформу для развития сообщества предпринимателей с Диаспорой Молдовы посредством поддержки бизнеса, повышения конкурентноспособности, продвижения посредством помощи в поисках деловых партнеров и инвесторов. Ассоциация молдавских предпринимателей со всего мира – неправительственная организация, созданная в 2016 году из-за необходимости создания прозрачной, процветающей и устойчивой бизнес-среды для предпринимателей Молдовы, которые открывают свой бизнес в разных странах. Граждане Молдовы, работающие в России, смогут получать пенсии. Сегодня наша страна начала консультации с российскими властями по поводу подписания соглашения в области соцобеспечения. Цель документа заключается в том, чтобы дать право на пенсию тем гражданам, которые работают на территориях обоих государств. Подписание договора положительно отразится на благосостояние людей и создаст хорошие условия для их возвращения домой. Отметим, что Молдова подписала 13 двухсторонних соглашений в области соцобеспечения. Согласно консульским данным, около 500 тысяч наших граждан находятся в России, из них 206 тысяч трудоустроены официально. Игорь Дадон обсудил послевыбранную ситуацию в нашей стране с Дереком Хоганом. Встречу президента и посол США в Молдове провели сегодня. Стороны отметили тот факт, что консультации между партиями затянулись и компромисс не найден до сих пор. В ходе беседы Дадон сделал акцент на необходимости скорейшего создания легитимного парламентского большинства и формирования нового правительства или вовсе распуска парламента и объявления досрочных выборов. Что касается повестки двухсторонних отношений, президент и дипломат сошлись во мнении, что нужно их активизировать по всем направлениям. Глава государства подтвердил свою прежнюю позицию – продолжать проведение сбалансированного внешнеполитического курса в отношениях с Востоком и Западом. Премьер-министр Павел Филипп провел встречу в Брюсселе с председателем Евросоюза Дональдом Туском. Стороны обсудили политические события в Республике Молдова, а также реализацию Европейской повестки дня. По словам Филиппа, с 2016 года, когда он вступил в должность, им последовательно продвигались реформы, основанные на соглашении об ассоциации. В частности, как он отметил, результаты были достигнуты в экономической, бюджетно-налоговой и финансово-банковской сферах. Премьер-министр также подчеркнул, что продолжит усилия по укреплению юстиции и внедрению принципов хорошего правления. Теперь, по его словам, важно, чтобы реформы, начатые нынешним правительством, продолжались, а будущее правящая коалиция была твердым приверженцем реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Отметим, что Павел Филипп находится в Брюсселе с рабочим двухдневным визитом по случаю десятилетия Восточного партнерства. Столичный суд сектора центра повторно аннулировал протокол об установлении факта агитации, проводимой Андреем Анастасией в день выборов мэра Кишинева. Напомним, что лидер платформы до их выиграл, но кресло главы города так и не занял. По данным ЦИК он проводил запрещенную агитацию в день голосования. Повторное аннулирование протокола об агитации Анастасия воспринял скептически. По его словам, решение все равно не позволяет ему заступить на пост градоначальника. Выборы мэра столицы состоялись 3 июня 2018. Судебный процесс по поводу их признания длится уже год. Сегодня избранный кандидат на должность градоначальника Андрея Анастасия сообщил, что суд сектора центра повторно аннулировал протокол об установлении факта агитации с его стороны. Первый раз инстанция приняла это решение в октябре прошлого года, однако его тут же оспорила апелляционная палата. Теперь, по словам Анастасии, все повторяется, однако его руки остаются связанными, поскольку вердикта о признании прошлогодних выборов суд так и не вынес. Оспорить постановление в международных судах лидер платформы «Да» не может. Сама проблема остается неразрешенной, и это создает преграды в принятии мандата генпримара столицы, которую мне предоставили кишневцы на выборах прошлого года. В то же время это не дает обратиться в Европейский суд по правам человека, который вынес бы правильный вердикт по этому поводу. Анастасия заверяет, что в течение года смог бы очень многое сделать для Кишинева, включая отремонтированные подземные переходы и запрет незаконного строительства в городе. Напомним, что на выборах мэра столицы Анастасия набрал немногим менее 53% голосов. За его оппонента, кандидата от партии социалистов Иона Чабана, проголосовали почти 47% избирателей. Горожане считают, что власти столицы не вправе блокировать то, что сами сделать не в состоянии. Так люди отреагировали на отказ полученной партии «Шор» от мэрии в реставрации подземных переходов на Ботаники. Руслан Кадряну заявил, что городская администрация отремонтирует их сама и что на это уже выделены средства. Ответ исполняющий обязанности мэра опубликовал на своей странице в соцсетях. Но партия «Шор» настаивает на официальных аргументах. Разбитые лестницы, пошарпанные стены, полумрак и смрадный запах. Так выглядит сегодня большинство столичных подземок. С предложением отреставрировать те, что на Ботанике, партия «Шор» обратилась в столичную мэрию, но получила отказ. Руслан Кадряну заявил, что город администрация займется ремонтом сама и что на это уже выделены средства. Люди обещаниям не верят и считают, что власти города обязаны откликнуться на инициативу партии «Шор». Пусть сделают подземные переходы для людей. Нужно думать о людях, а не о своих карманах. Что она дает экономическим агентам? Это не надо быть и даже 10 классов не надо заканчивать. Можно все понять. Пусть он сделает, потому что больше никто другой не возьмется. Я сразу сказала, что это хорошо для Кишинева. Почему нет? Это же делается для людей. Они все разбиты, особенно вечером идешь, можешь убиться. Подземный переход в городке аэропорт – пример тому, какими могут стать все подземки на Ботанике, говорят в партии «Шор». Удобные ступеньки, ливневая канализация, пандусы, композиции на стенах. Не Раду, не Кадряну ничего пока не сделали особо. «Шор» сделал, это я только по фотографиям видел, не был там. Говорят, красиво. На своей странице в соцсетях Руслан Кадряну уточнил, что в скором времени на Ботанике начнутся ремонтные работы в восьми подземных переходах. И что в муниципальном бюджете на эти цели предусмотрено 10 миллионов леев. Илон Шор, однако, ждет от мэрии столицы официального ответа на свое предложение, а не в соцсетях. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. К другим темам. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов выступило с разъяснениями относительно резкого подорожания картофеля. В ведомстве сообщили, что за последние несколько лет производство корнеплода сократилось, и сейчас местные производители просто не могут удовлетворить весь рыночный спрос. Сейчас килограмм картофеля на рынке стоит от 15 до 20 леев. Цена возросла почти в два раза – всего за несколько дней. Объяснения по этому поводу предоставили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов. Политика цен продиктована рынком, а созданная ситуация стала следствием уменьшения пассивных площадей картофеля на 2000 гектаров за последние три года. Производство картофеля сократилось с 214 тысяч до 175 тысяч тонн. Негативное влияние оказали и неблагоприятные климатические условия. При этом внутреннее потребление картофеля составляет около 300 тысяч тонн, а возможность поставки этого овоща местными производителями составляет 50-60% от необходимого объема. Сообщает пресс-служба Анса. Также в агентстве заявили, что недавно на границе не пропустили и вернули обратно 19 партий картофеля из Белоруссии. Эксперты обнаружили в продукте бурую гниль, которая в нашей стране является карантинным объектом. Молдовы импортируют картофель из Белоруссии, Румынии, Украины, России, Израиля, Польши, Германии и других стран. Теперь о новом подразделении пожарных и спасателей, которое открылось в Кагуле. Здания построились с нуля и здесь теперь есть не только дополнительные помещения, но и новая спецтехника. Провести модернизацию помогло Министерство обороны Соединенных Штатов Америки. Подробности в репортаже Ольги Гриненко. Кагульская пожарно-спасательная станция получила новую жизнь. Теперь здесь все соответствует европейским стандартам. Гараж на 21 спецмашину, автомойка, санитарный блок, спортзал. Накануне в официальной церемонии открытия принял участие министр внутренних дел Александр Ужиздан, а также посол США в Республике Молдова Дерек Хоган. Модернизировать пожарно-спасательную станцию помогло Министерство обороны США в рамках партнерства с Республикой Молдова. Реконструкция обошлась в 7,5 миллионов леев, из которых почти 6 миллионов выделило американское правительство. Важно, что через такое содействие правительство Соединенных Штатов хочет обеспечить еще большую безопасность в Республике Молдова. Я больше чем уверен, что спасатели и пожарные станут реагировать еще оперативнее. Теперь у них есть такие же условия, как и у их американских коллег. На Кагульской станции трудятся 59 спасателей и пожарных. В новых условиях они смогут обеспечивать безопасность почти 100 тысяч человек из 43 населенных пунктов. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, за последние 10 лет были отремонтированы спасательно-пожарные станции в Бельцах, Каушанах, Единцах, Сороках и Чемешли. Около 13 наборов с вещами первой необходимости для новорожденных подарили молодым мамам за 5 месяцев с начала правительственной программы «Новая жизнь». Большая часть подарочных коробок была распределена в родильных домах Кишинева и Бельц. Также комплекты передали в Кагульский, Унгенский, Еловенский, Криулянский, Аргеевский и другие районы. Набор включает детскую одежду, постельное белье, ортопедическую подушку, подгузники, средства гигиены, плюшевые игрушки, конверт для выписки, матрас и информационные материалы для мам. Все изделия местного производства, кроме упаковки памперсов. Напомним, что программа «Новая жизнь» стартовала 1 декабря прошлого года с целью поддержки молодых семей. В политформировании «Наша партия» стала вакантным местом вице-председателя. Дмитрий Чубашенко подал заявление с просьбой освободить его от должности. Однако в рядах партий политик остается. Журналистам одного из телеканалов Чубашенко рассказал, что желание отставки объясняется полным провалом на выборах. Политформирование не преодолело электоральный порог. А его самого не избрали по одному из Кишиневских округов. По мнению политического деятеля, часть ответственности за это лежит на нем. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Валерий Гелецкий считает, что после выборов в Европарламент Молдова сможет более ясно понять, каких изменений стоит ожидать в ближайшие пять лет. На одном из телеканалов бывший вице-председатель парламента высказал мнение, что внутренняя ситуация в нашей стране не должна повлиять на отношения Евросоюза. Также Гелецкий отметил, что не стоит ожидать большой явки со стороны граждан Молдовы с румынским паспортом, поскольку напрямую люди не чувствуют решений, принятых европейскими институтами, и не ходят активно на выборы в Европарламент. Директор Европейского института политических исследований Виорел Чеботару убежден, что страны-соседи Евросоюза не смогут развиваться в желаемой мере, если не перейдут от программы соседства к программе присоединения. Эту точку зрения он изложил на одном из телеканалов. Чеботару отметил, что посредством миллионов граждан с румынскими паспортами Молдова присутствует во всех дискуссиях, связанных с ЕС. Парам, которые планируют сочетаться браком, стоит тщательно продумать передвижение свадебного кортежа по дорогам общего пользования. После пасхальных праздников сил вступили изменения, согласно которым участие водителей машин в несанкционированном групповом движении, создающем препятствия на дорогах, наказывается штрафом в размере от 45 до 60 условных единиц с применением трех штрафных очков. Исключением являются колонны, официально согласованные с полицией и ответственными органами. ПСРМ призвала к экономному расходованию столичного бюджета. Накануне на брифинге глава фракции в Монсовете Динари Кажакару и советник Виталий Мукан сообщили, что на ремонт и поддержание дорог в Кишиневе выделено 400 миллионов леев, 300 из которых отдано частным компаниям. Социалисты считают, что все работы могли бы выполнять муниципальные предприятия, которые остаются без финансирования по причине нецелесообразного использования средств. В День Победы в масштабном параде на Красной площади в Москве принял участие уроженец Гагаузии. Максим Капанжи родом из города Вулканешты, и он является членом экипажа бронетроспортера в одной из частей российской армии. Военный вместе с товарищами проехал на БТР в составе парадного расчета. В Бельцах состоялся футбольный турнир памяти заслуженного тренера Бориса Гаврилюка. Первое место завоевала команда из украинских черновцов, второе взяли спортсмены из румынских баташан, а третье и четвертое места заняли воспитанники Бельской школы футбола. Борис Гаврилюк играл за команды Молдавской ССР, после чего проработал тренером 30 лет. Даже в последние минуты жизни он находился на футбольном поле. Дорожное движение на участке между улицем Алба-Юлия и Мушатинелор в секторе Буюкана приостановлено на пять дней, начиная с сегодняшнего. Соответствующее распоряжение подписал вице-примар Кишинева Нистер Грозава. Ограничения связаны с проведением работ по реабилитации подъездных путей к одному из жилых комплексов, осуществляемых экономическим агентом. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели. Движение обещают возобновить уже 18 мая после 20.00. Названные самые зеленые города Молдовы лидируют в Адылыводы. Здесь на одного жителя приходится 1013 метров в квадрате городской растительности. Второе место – Затвардица и Тараклейского района. Показатель составляет 326 квадратных метров. И тройку замыкает город Фрунзе Окнецкого района. 183 квадратных метра на одного горожанина. Данные привели специалисты Национального бюро статистики. В отчете также представлена средняя цифра по стране. На каждого жителя Молдовы приходится порядка 52 квадратных метров зеленых насаждений. Как отмечают в учреждении, не все города страны обладают минимально необходимой площадью насаждений на душу населения. В 14 городах площадь растительности на одного местного жителя составляет менее 26 метров в квадрате. В Кагуле, например, показатель не превышает 5 квадратных метров растительности. А в городе Атаке Окнецкого района нет ни одного парка, сквера, лесопосадки или зоны отдыха. Отметим, в 2018 году на зеленые насаждения в городах Молдовы было выделено около 8 гектаров земли. Это 9% от общей площади всех населенных пунктов городского типа. Из них лишь 38 гектаров засажены деревьями. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. К зарубежным событиям. Китай с 1 июня введет ответные пошлины в отношении более 5000 товарных позиций из США. Общая сумма 60 миллиардов долларов. Такое заявление распространил Комитет по таможенным тарифам Госсовета Кайнера. В нем говорится, что меры приняты из-за решения американского правительства увеличить тарифы в отношении китайской продукции с 10% до 25% на сумму в 200 миллиардов долларов. Дональд Трамп убеждается о граждан, что одержал победу, но американские фермеры готовятся к массовым протестам. Из-за потери китайского рынка тысячи хозяйств тонут в долгах. Выдержав паузу, Китай пошел в ответное наступление. На сайте Минфина КНР уже и точная дата удара по американским поставщикам. С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. Китайские 60 миллиардов долларов, конечно, не введены на американские 200 и уж тем более не анонсированы ими же еще 300. Но и это без малого 2,5 тысячи позиций американских товаров, на которые вводятся 25% заградительной пошлины. Еще почти столько же обложат 10 и 20% продукты, сырье, техника. И это уже не последнее китайское предупреждение. Китай никогда не подастся давлению извне. У нас есть стремление и возможность защищать свои законные права и интересы. Выражая словами США, которые они часто используют, подождем и увидим. Предложение Пекина подождать в силе. Здесь все еще настаивают на продолжении переговоров. И, очевидно, продолжать их придется лидерам на встрече G20. Она через месяц. Пока Вашингтон ставит ультиматумы. Я открыто говорю председателю КНР Си Цзиньпину и всем своим многочисленным друзьям в КНР, что Китай очень пострадает, если не заключит соглашение. Потому что компании будут вынуждены уйти в другие страны. Покупать в Китае будет слишком дорого. В этом же твите Трамп написал, Китай не должен мстить, будет только хуже. Вот только кому? Даже соратники американского президента задались вопросом. Не Китай расплачивается за пошлины, а американские компании, которые вынуждены сталкиваться с повышением налогов, что вследствие затрагивает американского потребителя. Это справедливо. На самом деле обе стороны заплатят высокую цену. Самое уязвимое для США отрасль продукты. В Китае они и так вдвое дороже местных. И кто вообще тогда будет их покупать? Рынок сои? Ее китайцы могут заменить южноамериканской, польской, российской авторынок? В краткосрочной перспективе Китай и США понесут убытки из-за тарифов. Ущерб китайским экспортерам составит около 10%, в то время как на американскую сторону свалится 90%. Но в самом Китае в одной из сетей ресторанов появились такие плакаты. Гражданам США предлагают оплатить дополнительно 25% к счету в виде налога. В случае возникновения вопросов предложили обращаться в американское посольство. В Вашингтоне состоялись американо-венгерские переговоры на высшем уровне. По итогам дискуссии было заявлено. Оба лидера, и премьер-министр Орбан, и президент Трамп, цитата, «подтверждают свою приверженность НАТО и демократическим институтам управления». Кроме того, как пишут в СМИ, обсуждался вопрос повышения бдительности в отношении неконтролируемой глобальной миграции. На встрече с Виктором Орбаном Дональд Трамп похвалил его за прекрасную работу. Виктор Орбан прекрасно работает в разных сферах, его уважают во всей Европе. Да, он противоречивый лидер, в этом он похож на меня. Но быть противоречивым – это нормально. По эмиграции он принял верные решения. Виктор Орбан, переизбранный не так давно на премьерский пост, подвергается критике со стороны Евросоюза, недовольный рядом решений венгерских властей и правозащитной организации. Я хотел бы подчеркнуть, что мы гордимся, что можем объединить усилия США для борьбы с терроризмом и для помощи христианским общинам в разных частях света. Мы разделяем позицию по противодействию нелегальной миграции. Спасибо, господин президент. Визит состоялся, несмотря на возражения части конгрессменов из Демократической партии, указывавших Трампу, что ситуация с правами человека и иными свободами Венгрии внушает озабоченность. Во Франции официально стартовала кампания по выборам в Европарламент. Она продлится две недели и завершится голосованием 26 мая. В списке представили 34 партии, однако основная борьба развернется между двумя крупнейшими политическими силами. Национальным объединением – это бывший национальный фронт Мариен Лепен и президентской партией «Вперед, республика». Помимо основных политических сил, в гонку активно включилась правоцентристская партия «Республиканцы». Ее представитель Франсуак Савья Белами обрушился с критикой на оппонентов. Цель кампании президентской партии – борьба с национальным объединением. Они противостоят друг другу. Что касается нас, республиканцев, мы хотим решить проблемы, с которыми сталкиваются простые французы. На левом фланге борьбу за избирателей начала политическая партия «Непокорная Франция», основанная в 2016 году. В списке кандидатов – молодой политик Манон Абри. На сегодняшний день создается такое впечатление, что эти выборы у нас отнимают. Эту дуэль надо пресечь. Дуэль есть дуэль. Давайте будем честны. Вот Макрон и партия «Вперед, республика» позиционируют себя так – либо мы, либо хаос. На самом деле это сейчас у нас два в одном – и Макрон, и хаос. Похожие эмоции переживают французские «зеленые» и их кандидат Яник Жадо. Для нас эти европейские выборы – голосование века. В течение последних пяти лет мы видели, как распадается Европа. Брексит, Сальвини, Орбан с его политикой. Всего в Европарламент должны быть избраны 79 представителей Франции. Швеция возобновила дело в отношении Джулиана Ассанджи и намерена добиваться его экстрадиции. Основатель Викиликс обвиняется в сексуальных домогательствах к двум женщинам. В настоящий момент он находится в британской тюрьме. Шведская прокуратура намерена провести допрос по видеосвязи. Заместитель главного прокурора Швеции Ева Мария Персон заявила, что такое решение было принято из-за невозможности обеспечить присутствие астралийца в суде, а не на основании обстоятельств дела. После рассмотрения предварительного расследования в его текущем состоянии, я пришла к выводу, что все еще есть основания подозревать господина Ассанджа в изнасиловании и других менее тяжких преступлениях. Тот факт, что господин Ассандж в настоящее время находится в заключении в Соединенном Королевстве, позволяет теперь экстрадировать его в Швецию на основании европейского ордера на арест. Это обстоятельство может помешать возможной экстрадиции Ассанджа в США, где его обвиняют в разглашении секретной информации государственного масштаба. Если господин Ассандж будет передан Швеции на основании европейского ордера на арест, он не должен быть выдан отсюда в третью страну без согласия британских властей. Следовательно, для этого потребуется с одной стороны применить шведское законодательство, а с другой – заручиться согласием Великобритании. Защита австралийца называет обвинения политически мотивированными. Они относятся к 2010 году и были выдануты после масштабной публикации Викиликс документов Пентагона. Месяц назад посольство Эквадора в Лондоне, где Ассандж скрывался в течение семи лет, отозвало у него право на убежище. Основатель Викиликс был арестован и приговорен к 50-ти неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Журналист Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, опубликовал письмо коллегам-журналистам. В послании он поблагодарил всех, кто подписался в его поддержку под обращением в адрес избранного президента Украины Владимира Зеленского. Вышинский отметил, что чувствует профессиональную солидарность. Кроме того, он рассказал о своем боевом настрое и об условиях содержания. Журналист отметил, что в Киевском СИЗО ему ни разу не предоставили медицинской помощи, которую он неоднократно просил. Акция в поддержку Кирилла Вышинского состоится завтра в Москве у посольства Украины. Главный свидетель по делу футболистов Мамаева и Кокорина выпала из окна. Екатерина Бабкова, которая выступала в суде свидетелем обвинения, сейчас в искусственной коме в одной из больниц Чеки. Все произошло на горном курорте. По неизвестной пока причине девушка упала с балкона и получила множественные травмы. Ее состояние критическое. По данным следствия, Екатерина Бабкова 8 октября прошлого года была в компании футболистов в московском кафе, где и произошла резонансная драка. Потом она выступила свидетелем в суде. 8 мая Александра Кокорина и Павла Мамаева приговорили к полутора годам колонии общего режима. Целых шесть дней в океане на перевернутой резиновой лодке. На Камчатке обсуждают историю чудесного спасения двух рыбаков, которые после внезапного шторма почти неделю дрейфовали в море. Но все-таки сумели добраться до берега. Удивительно, гребли лопатой вместо весла и пили рассоса дна лодки. День сурка был. Гребешь целый день, остается километр. Кидаешь якорь, утром просыпаешься, и опять мне 15 километров. Марк вспоминает шесть дней ужаса, которые пришлось пережить ему и его товарищу. Группа молодых людей вышла на надувной лодке из Петропавловска в поселок Усть-Камчатск. Когда начался ветер, решили плыть обратно. Но было уже поздно. Впали в шторм, хотя прогноз должен быть 1 метр в секунду. Перевернула лодку. Воды не было, ничего не было, все смыло. Судно перевернулось в районе бухты Малая Медвежка, в 150 километрах от точки отправления. Волны достигали 10 метров. Один из моряков пропал. Двое других шесть дней сражались со стихией в Ледяном океане. Отвязали от лодки лопатку, которая чудом не утонула вместе с припасами и снаряжением, и поочередно на перевернутой лодке гребли к берегу. Чтобы выжить, пили рассу, которая утром оседала на дне шлюпки. Когда наконец удалось добраться до суши, нашли рыбачий домик. Хотя у моряков был с собой непромокаемый телефон, сразу вызвать спасателей не получилось. Чтобы поймать сигнал, пришлось взбираться на сопку. Спасатели добирались до места 5 часов, и прочасав около 50 километров береговой линии, наконец нашли измученных путешественников. Люди, не подаваясь панике, все дни дрейфовали в море. Это очень, считаю, достойное уважение. Как говорит капитан поисково-спасательного катера, моряков подвело то, что отправляясь в путешествие, они не обозначили контрольные точки выхода на связь. Кроме того, мужчины были в зеленых жилетах речного класса, которые на воде не видно. Если бы надели ярко-желтый, помощь могла прийти и раньше. Пароход рыбачили, буквально в километре, я не могу понять, почему они не едят. Двоих спасшихся доставили в Петропавловск-Камчатске. У них обезвоживание и легкое обморожение ног. От медицинской помощи пострадавшие отказались. Судьба третьего моряка по-прежнему неизвестна. Поиски продолжаются. Гавайский спортсмен Нейтан Флорен содержал победу в соревнованиях по экстремальному серфингу. Прошли они на юго-западном побережье австралийского штата Тасмания. Участники турнира укращали мощную и непредсказуемую волну Шипстернблаф. Она закрывается неправильной формой, а как получится. Стенки волны разделяются на ступеньки и коллапсируют в произвольных местах. Сёрферы называют эту волну одним из самых сумасшедших спотов в мире. Не только прекрасно отработанные навыки, но и везение, конечно, требуется на то, чтобы оседлать волну, проехать по ней и при этом удержаться на ногах. Таковы вести. Больше информации можете найти на нашем сайте rtr.md. С вами была Галина Попова. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова